Это как раз отличное время сделать наше обязательное техническое замечание по правилам Клабхауса, что, как видите, наша комната имеет значок Recording, комната записывается, поэтому если кто выйдет на сцену, вы тем самым даете свое согласие, что вы будете записаны и выложены на YouTube. Вот, и к нам присоединился Андрей, вот, и мы начинаем нашу замечательную комнату про бекамеральный разум. Вот, я думаю, Андрей, как насчет того, что мы начнем, что, может быть, ты и я, мы сделаем такие маленькие микро-интро, почему нам так интересно и нравится эта теория? Она, конечно, пока не доказана, ее очень трудно доказать, но вот почему она лично у тебя вызывает интерес? И потом я дам свои пять центов. Давайте, да. Она действительно очень интригующая, потому что вот эти вопросы вообще, как возник феномен сознания, они там, соприкладно царя Гороха, очень сильно всех интересуют, но там, кто-то считает, что там Декарт первый, значит, озадачился в полной мере этим вопросом, кто-то еще там всяких древних философов, да, мы сегодня, наверное, там затронем. И вот что сделал этот прекрасный, значит, ученый Джулиан Джейнс? Он предложил какую-то историю, которая позволяет увязать кучу каких-то, ну там, фактов, явлений, и кто-то говорит, что это все притянуто за уши, а кто-то говорит, что нет. Но в этом есть что-то интригующее, что-то вот, что и доказать невозможно, и опровергнуть не совсем понятно как. И поскольку дальше эти идеи, ну то есть одно дело, какая-то научная теория, что вот, значит, на каком-то этапе развития человечества у нас еще вот текущего феномена сознания и мышления не было, а был этот самый там двухпалатный разум, условно там правое повышение мозга, там подавало какие-то, значит, сигналы, звучало какими-то голосами, которые там человек мог воспринимать как голос Бога или что-нибудь подобное. А вот левая, значит, это все слышала, и слушаю и повинуясь, шло, значит, всю эту историю исполнять. И дальше в процессе эволюции в какой-то момент, вот, значит, эта система там каким-то образом рухнула, подверглась к раку, ну или там с точки зрения, если там современных всяких нейробиологов установились какие-то такие связи, которые создали более мощный нейроконтур, и мы вдруг соединили, скажем так, вот эти две палаты, эти два полушария, да, если говорить про теорию левого-правого полушария, которые тоже уже, ну там, местами опровергнуты, но тем не менее. Вот, и, конечно же, вот то, о чем ты сказал, сериал «Мир дикого запада» очень сильно, значит, подлил бензин и керосин и масло в этот огонь, потому что мы на примере того, как возникает вот этот вот вся, весь этот хайп вокруг искусственного интеллекта, и когда же мы создадим некую машину, которая, значит, будет обладать каким-то интеллектом, и не перейдет ли она вот эту вот грань, да, что там вообще произойдет, и не возникнет ли феномен сознания, вот вокруг этого есть там над чем поразмышлять, и более того, вот вроде там все это там опровергается, опровергается, а если взять там какие-то современные работы действительно там нейробиологов, людей, которые с этим феноменом сознания активно пытаются разобраться, то мы как бы находим, хочешь не хочешь, а какие-то очень схожие мысли с мыслями, которые вот в своей теории Джулиан, значит, озвучил, потому что вдруг выясняется, что да, вроде как, действительно, чем больше всяких сетей у нас там задействовано, чем сложнее связь нейронная, да, внутри головного мозга, которая пытается ту или иную задачу решить, и чем больше там активности, тем вроде как мощнее феномен сознания. И тогда логично предположить, что когда-то эти связи были не настолько сильными, мы уходим там во времена, когда не было еще речи, ну и пошла-поехала тема нашей дискуссии. В общем, как ты правильно сказал, доказать вроде невозможно, а провернуть тоже не совсем понятно как. И что-то в этом есть, вот для меня лично так. Да, я думаю, здесь, конечно, надо послать большой кудес в адрес сериала «Мир Дикого Запада», который здесь имел культовую популярность как «Вестворлд», вот, потому что он как бы взял эту, то есть эта теория сделала шум в конце прошлого столетия, и все, как бы, ну, все хакеры, как бы мы читали в детстве эту замечательную книжку «Snow Crash», которая как раз написана в неком роде как хакерской переинтерпретацией идеи Джулиана Джеймса, вот, если помните, там финал, грубо говоря, книги в том, что там вот один товарищ, он, грубо говоря, знал, грубо говоря, сорс-код, как бы, нашего брейн-стемы, нашего, как бы, спинного мозга, вот, то есть это не теория Джулиана Джеймса, это уже sci-fi, такого языка, разумеется, как бы никогда не было, но, как бы, книга была в большой степени inspired именно теориями, как бы, теорией бикамерального разума, вот. Вот, а для меня, конечно, главная приманка, она состояла в том, что, вот, посмотрев сериал, изучив эту теорию, прочитав книжку, вот, она начала работать как такая универсальная отмычка, что она вот, как сказать, ну, я думаю, здесь все, наверное, читали эту старую книгу «Black Swan» на Сима Талеба, вот, и вы помните эффект вот этой ментальной отмычки, что когда вы поняли концепцию «Black Swan», вы начали ее применять ко всему, вы увидели кучу областей, где она применяется. Вот, теория бикамерального разума, она похожая, что вы начинаете понимать, так сказать, о, а вот так думали древние, то есть, неожиданно сразу огромнейший пласт книг, которые вы читали в детстве, вот, там, какие-то древние, какие-то греки то делают, все делают, что-то, он сказал, что-то он там о богах беспокоится, какая ему разница, потому что наше восприятие богов, оно абсолютно другое, там, где-то далеко сидит дедушка на облаке, и еще там в церковь надо ходить, в общем, это совершенно другое понятие. Вот, а вы читаете старые книги, вы совершенно не понимаете, вот, почему они делают такие странные решения. Вот, что-то здесь не сходится. А как только вы во всю древнюю литературу, вот, как бы, закладываете этот миссинг-пазл, теорию Джулиана Джеймса, то вся старая литература, то есть, весь ее пласт, он просто принимает абсолютно другое значение, то есть, это как открываются ворота, и такой огромный свет, вы просто вот все понимаете в древней литературе. Вы понимаете, там, книги, так сказать, вы понимаете, там, древние греческие книги, вы, так сказать, ну, может быть, у нас там останется время в конце, то есть, я говорю, я при помощи теории Джулиана Джеймса готов доказывать, что Библия, она, конечно, не является никакой святой книгой, потому что, ну, нафига вам нужна святая книга, если Бог-то у вас так всегда в голове, это совершенно глупая задача, а Библия, на самом деле, это просто Википедия древнего мира, то есть, ну, вот, всегда мы создаем новую информационную технологию, первое, что мы делаем, мы создаем энциклопедию, вот, вот, люди взяли и записали энциклопедию своих практических знаний, вот, а поскольку все это шло из, как бы, бикамерального устава, она просто, вот, получилась в форме, что там в Боге тебе рассказывают, ну, это, как бы, это, это, грубо говоря, вот мы сейчас думаем, что это содержание, а на самом деле это просто фонд, это просто этим фантом тогда писали абсолютно все, вот, а по делу это просто, так сказать, сборник таких практических рассказов, там, как жить в древнем мире, вот, там, ну, к тебе пришла разъеренная толпа и хочет тебя убить, вот, а ты хитрый, ты читал Википедию, и ты говоришь, ага, я сейчас выкину им свою жену, вот, пускай они ее растерзают в куски, а, так сказать, там, как бы, осел, корова, так сказать, хлев, они уцелеют, потому что это, там, потребовалось нашей семье сто лет, это вот все накопить, и вот там Библия полна таких очень практических ежедневных советов, так сказать, как жить, вот, вот, поэтому эта теория, она, вот, для каждого откроет какие-то такие, вот, ментальные двери, ментальные отмычки в старых книгах, в старой истории, вот, и она начинает, там, открывать кучу новых дверей, то есть, там, типа, ну, вот, почему, блин, вот, не знаю, там, вроде как, 21 век, Москва, современный город, там, нанотехнологии, а у нас труп лежит в центре города, вот, лежит труп, и куча народу нравится, что в центре города лежит труп, и многие люди думают, а вот, что бы этот труп нам сказал, что делать, и как нам жить, вот, и не мы первые, не мы это изобрели, то есть, это вот как, там, пирамида с их трупами 3000 лет назад, а у нас сейчас мавзолей со своим трупом, и там, совсем недавно, ну, сейчас это больше исторический артефакт, но совсем недавно это было вообще так круто и по делу, и опять-таки, даже у этого корни растут в теории бикамерального мозга, то есть, в теории того, и вот, ну, так сказать, давайте мы не будем забегать в саму теорию, потому что, Андрей, я, так сказать, и тут чуть-чуть, как бы, spoil the storyline, вот, но это нормально, потому что, мне кажется, надо попытаться людям объяснить теорию, как бы, из первых принципов, что сделать очень тяжело, потому что там первых принципов очень много, то есть, там, левое-правое полушарие, и как это все работало, и как они это слышали, эти вербальные галлюцинации, поэтому, наверное, давай просто попытаемся пойти по пунктам, и посмотрим, что у нас получится, и, наверное, тебе, как эксперту, я, наверное, вот, ну, самое первое, вот, надо, наверное, объяснить, а вот в чем, собственно, разница между левым и правым полушарием, и какую эволюционную задачу природе пришлось решать, причем то, что это не люди, это у всех зверей, там, у многих зверей есть тоже левое-правое полушарие, которые работают точно так же, вот, поэтому, так сказать, давай, наверное, начнем с этого. Да, прежде чем Андрей не вступил, я тоже немного скажу о том, что я здесь буду делать, я буду, как всегда, критиком, потому что теория бекамерального разума, она, конечно, очень красива, невероятная, и то, как она описана, это тоже невероятно красиво, но лично для меня это такой Дэн Браун на максималках, потому что все-таки с точки зрения доказательной науки она ничем особо не подкреплена, и то, как, собственно, автор этой теории, Джейнс, как он искал подтверждение этой теории, является, ну, таким ярким признаком того, что сначала она у него родилась в голове, и только потом он начал пытаться найти какие-то подтверждения во мне, в Ильяде, в Одиссее, и где-то еще. Но, на самом деле, тут много аргументов, поэтому я буду периодически их выбрасывать, чтобы ребятам было интересно. Вот, Андрей. Давайте, да, прям, потому что у меня-то вообще третья позиция, я, с одной стороны, тоже понимаю, ну, условно, как научную противоречивость, а с другой стороны, вот если мы как-то выходим за пределы, там, текущих научных познаний и смотрим, что наука, видимо, знает не все, и не знает, на самом деле, очень мало чего, то, возможно, там есть какие-то интересные, как раз, да, вот, вещи, о которых нам есть смысл подумать. Ну, окей, давайте с левым-правым полушарием. Я тут вынужден, с одной стороны, буду что-то подтверждать, с другой стороны, опровергать. Давайте начнем, наверное, с опровержения, потому что есть до сих пор огромный вот это вот заглуждение и миф, что вот там левое полушарие, оно там вот, значит, обязательно там доминирует в таком случае, а правое полушарие обязательно доминирует в другом случае, что если человек там, допустим, логик, такой весь из себя там рациональный, значит, не знаю, математик какой-нибудь, то это значит, что у него там доминирует левое полушарие, которое отвечает, условно, там за какой-то набор там функций и соответствующий его психотип личности. А вот если это какой-нибудь креативный дизайнер или какой-нибудь режиссёр или кто-то, то у него доминирует правое полушарие, и долгое время это всё людям впихивалось в голову. На самом деле оказалось, что совершенно всё не так. Потому что есть такой чудесный учёный Джеффри Андерсон, который проводил в течение двух лет в университете Юти исследования и развенчал этот миф. Обнаружив, в общем, что доминирования никакого на самом деле нет. То есть действительно есть разные психотипы, и действительно есть люди более склонны к логическому мышлению или наоборот такие более иррационально креативные товарищи. И несомненно, действительно за некоторые функции мозга отвечает определённая полушария. Сейчас об этом тоже там скажу. Но при этом можно говорить скорее о совокупности работе обоих полушарий у каждого человека в каждом случае. И мы не можем сказать, что вот там мы кладём человека в ФМРТ и смотрим и говорим, что да, вот этот креативный, у него там больше, значит, активничает правое полушарие, а у этого там больше левое. Нет, это неверно. То есть надо понять, что у каждого человека взаимно работают оба полушария. И вот ответ на вопрос, почему одни там более, не знаю, образные, более какие-то такие вот все из себя там размазанные по пространству и времени, да, с более каким-то таким творческим подходом, а другие такие более рациональные. Это не объясняется доминантой полушария. Это вот как бы миф, который важно извинчать. Я это стараюсь там всегда... Ну, давай, может быть, я здесь впрыгну с некоторым более бикамерально специфическим объяснением. То есть, как говорил один из профессоров, по-моему, нейропсихологии, вот, то есть здесь речь не идёт о доминировании, здесь речь идёт о специализации, что у полушарии есть некая специализация. То есть работают они, разумеется, оба, но у них есть специализация. Вот, и он приводил такой пример, что вот даже если птичка, у которой точно так же, как у нас, два полушария, вот, у неё две совершенно разные задачи. Вот, она хочет поклевать зёрнышки на земле. Вот, и чтобы клювом ударить по зёрнышку, ей надо быть дико точной и дико сфокусированной. То есть это просто вот как швейная машинка. Я ударил именно по зёрнышку, а не по камню. У неё есть крайне специфическая задача, на которой она натренирована, в которой как бы нет ничего нового, и которую она должна делать очень эффективно. С другой стороны, у неё есть огромная, как бы неопределённая задача. То есть это, грубо говоря, знать то, чего она не знает, но то, что ей важно для выживания. То есть вот что происходит вокруг неё в таком очень широком аспекте. А вот что-то там щёлкнуло. Это леса или это просто веточка? А вот там какой-то шум. Это там тигр крадётся или это просто ветер? И специализация полушарий, по крайней мере, как, так сказать, я понял из этой лекции, что левое полушарие, оно специализируется на специфике. Оно специализируется на том, в чём нету как бы нового, в том, что вот вы повторяете, повторяете, и там всё то же самое. Правое полушарие, оно специализируется как бы на непознанном. Оно именно как бы открыто для мира. Вот всё, что новое, я как бы, зачем я как бы вот слежу, но я этого ещё не понимаю. Оно сначала придёт в правое полушарие. Вот, и переходя к бекамеральности, разумеется, мы сейчас с вами все родились с языком, с внутренним диалогом, с литературой, но как бы мы в некотором роде, будучи детьми, мы вот чуть-чуть проходим точно такой же вот путь бекамерального развития, который проходили древние. А именно, что все литературные слова, все слова, нужные нам для нашего внутреннего диалога, они сначала должны попасть как бы в правую часть, то есть они должны вот попасть в часть неопознанного, стать опознанными и постепенно превратиться просто вот в эти быстрые конструкции, которыми оперирует наше левое полушарие. То есть это уже такие пазлписы, да, я это все знаю, я знаю это слово, оно у меня часть внутреннего диалога. И вся теория как бы бекамеральности, она упирается на то, что ладно, мы-то сейчас знаем, как это делать, потому что мы это все учим от социума и родителей. А что было, когда этого не было? Когда вот этих вербальных... Давай. Давайте, да, на теории пока сосредоточимся, чтобы мы не запутали наших слушателей. Да, значит, вот то, о чем ты говоришь, сейчас попробую, ну, с точки зрения прям последних исследований на РН-инвестики, это как раз наука, которая пытается разобраться, что у нас там с речевыми функциями, потому что есть вот, ну, примитивные, как бы, такие устаревшие подходы, что есть там область Брока, область Верники, и считалось, что это просто два отдела мозга, которые вместе, ну, там, решают, например, задачу речи и прочее, прочее. Это, ну, уже такие, как бы, не совсем соответствующие действительности теории, ну, которые до сих пор там все перепечатывают и прочее, прочее. То, о чем ты говоришь, сейчас попробую объяснить на примере. Вот, когда мы говорим ежик, у вас, как бы, возникает одновременно два языка описания в голове. С одной стороны, это что-то такое колючее, маленький зверек, не знаю, фырчащий в траве, где-то там на даче или в лесу, и там очень-очень много информации. Это образно, такое, вот, как бы, ощущенческая история, и она действительно согласна, прям, серьезным всяким исследованиям нейробиологов, нейролингвистов. У большинства людей, не у всех, но у большинства действительно будет вызывать определенную, значит, активность, там, в соответствующих отделах, там, правого полушария. Но как только ты пытаешься сформулировать слово, которое называется ежик, вот здесь, как бы, тебе нужно левое полушарие, чтобы навесить этот ярлычок. Причем, значит, в этих исследованиях, опять же, было интересно, что, вот, кажется, что, по идее, ежик — это что-то более простое для нашего мозга, и, по идее, ну, там, как бы, мы, там, быстрее должны совершать переход от образа к слову, нам легче с этим взаимодействовать, и меньше энергии должно требоваться, чем если мы, например, попробуем поработать с абстрактной штукой, например, там, вот, понятие, там, решение, или понятие время. И вот время — это же, ну, как бы, что-то такое, ну, не пощупать ничего, гораздо более сложная история, но выясняется, что для людей как раз, вот, почему-то абстрактные понятия являются менее ресурсозатратными, и это исследование поставило в тупик, на самом деле, научное сообщество, потому что, ну, совершенно это контринтуитивно, и кажется, что все должно быть совершенно наоборот. Второй момент очень важный, а вот это разделение функций между левым и правым полушарием действительно, опять же, не у всех, но вот это вопрос, почему, условно, мы живем в обществе, где правшей больше, и прям тоже ученые серьезно как бы задались этим вопросом, и исследовали вообще, в какой момент, например, вот так получилось, что правшей оказалось больше, чем левшей, был ли когда-то наоборот, или был ли когда-то паритет, и они, значит, исследовали сточенность зубов у всех вот доисторических там видов людей, которые находили, и углублялись все дальше и дальше, и обнаружили, что даже там 600 тысяч лет назад уже как бы правшей, судя по тому, что вот там правой рукой большее количество, значит, наших предков подносило пищу к арту, и это создает сточенность зубов, соответственно, определенным образом, да, значит, уже тогда это было, но они, значит, там углубились куда-то там совсем далеко, обнаружили, что все-таки вот где-то, где-то, начиная с порога 600 тысяч лет, и ранее в какой-то момент был паритет, причем они там разбирали это вот по этим припасам, а второе по тем, значит, нашим предкам, которые уже там пытались сделать какие-то орудия труда, и там видно правой рукой он, условно говоря, пытался там стачивать какие-нибудь каменные там штуки, или левый, и вот более-менее по как бы вот этим продуктам деятельности, значит, наших праотцов там в какой-то момент был паритет, но он почему-то был утрачен, и одновременно с этим возникла гипотеза, она, ну, тоже сложно доказуемая, но вроде как очень такая справедливая, что вот именно в тот момент, когда мы стали переходить к сложным, высшим таким вот психическим видам деятельности, как речь, и вместе с тем, как начал развиваться лингвистический интеллект, почему-то у большинства людей он, значит, задействует именно вот отделы левого полушария, и в большей степени, как бы, да, вот речевая вся история, она действительно сформулирована в левом полушарии. Более того, совсем недавно обнаружилось, что у детей, например, до определенного возраста оба полушария задействованы в задачах, связанных с речью, то есть и правой, и левой, если, допустим, ну, там какая-то трагическая ситуация, ребенок там рождается, и в силу там чего-то, допустим, онсульт какой-то там происходит, или какое-то повреждение мозга по каким-то причинам, у него гораздо больше шансов установиться, и у него совершенно спокойно там правое полушарие может перехватить соответствующие функции и выполнять их. И есть взрослые, у которых на самом деле все наоборот. Андрей, я сделаю очень быстрый, ты сейчас продолжишь мысль, я сделаю быстрый интерап для наших слушателей, что если у вас есть дети, и если вы замечаете, что ваши дети вот как раз в возрасте там 3-4-5 лет, они изобретают мнимых друзей, вот, и вас-то дико удивляет, почему ваш ребенок играет с каким-то придуманным другом, которого вы никогда не видели, и вот который только у него существует, но и через несколько лет он пропадет, то вы можете просто вот срочно начинать читать про теорию бикамерального мозга, потому что одно из объяснений этого эффекта состоит в том, что ваш ребенок просто проходит раннюю стадию бикамеральности, и вот, грубо говоря, как мы определим в следующем сегменте, квот-ан-квот, голос бога, он как раз с ним разговаривает, просто он не знает, что это бог, это его вымышленный друг. Вот, это такой сайт-поинт по поводу раннего развития, да. Ну, Андрей, продолжай. Да, я, собственно, почти заканчиваю. Вот, вся вот эта вот история с левым и правым полушарием действительно, ну, как бы сводится к тому, что с одной стороны вроде как был предпевности где-то почему-то, да, и, видимо, это связано с становлением речи как феномена. Часть функций была как бы определена в сторону левого полушария, а часть, наоборот, как бы осталась за правым. И у детей мы наблюдаем то же самое, ну, то есть, как бы в большинстве случаев почему-то так происходит, что вот по мере того, как ребенок развивается и начинает осваивать речь, у него вот эти вот речевые центры все больше, как бы эти функции выполняют отделы левого полушария, да, а правая занимается другими задачами. И исследователи пришли к выводу, что, возможно, вот этот феномен вообще того, что мы там пишем правой рукой или левой рукой, это просто, ну, некое следствие, потому что левая полушария, ну, там, например, достаточно активно начинает решать много задач, связанных с вербальной коммуникацией, и, ну, это известный факт, что у нас левая часть мозга управляет правой частью тела, а правая часть мозга — левой частью тела. И вот этот вот феномен, что мы там правши или левши, он, собственно, связан именно с тем, что происходит речевой феномен. Одновременно с этим, если вы, соответственно, хотите вроде как быть в большем сознании с точки зрения современных нейробиологов, вам есть смысл развивать как раз вот противоположную сторону, и, может быть, за счет этого вы будете включать эти функции и в другом полушарии, потому что, опять же, исследуется и доказывается, что вот если правша начинает пытаться что-то делать левой рукой, у него вдруг начинают включаться соответствующие там центры в правом полушарии, которые тоже начинают потихоньку, значит, ну там процентов на 5-10 поддерживать соответствующие там феномены сознательной деятельности, связанные, например, с речью. Вот. Такая вот подводочка. Это будет интересная шутка для инсайдеров, и мы сейчас не будем объяснять ее публике, но будет интересно, сделал ли кто-то исследование, что если левша начинается активно пользоваться правой рукой, то есть усиленно, вызывает ли это повышенную склонность к шизофрении? Потому что, понятное дело, ты вот как раз играешься именно с базовым сорс-кодом бикамеральности. Окей. Наверное, давай следующий сегмент попробуем сделать следующим образом. Попробуем дать самое короткое, самое такое как бы Science Pop, то есть Scientific American Level определение, собственно. То есть вот разминка закончилась, так сказать, заходим уже в плотные слои атмосферы. Вот. В чем именно ядро теории бикамерального мозга? Вот. И, наверное, я как бы вот мое личное определение, оно звучит так, что чтобы вам иметь полный внутренний диалог, который вы сейчас имеете, вам надо знать много слов. Вам надо быть, грубо говоря, literate person. Вам нужна как бы литература, хотя бы как бы вербальная литература. Вам нужен иметь большой запас. Если вы помните замечательную обезьянку Люси, с которой так забавно играл Робин Уильямс, у нее словарный запас 600 слов. То есть слова не гарантируют вам сознание. Обезьянка это могла говорить там хорошо, больно, грущу, там у нее кролики умерли, грустная история, она грустила. Вот. То есть у нее есть эмоции, у нее есть слова. Она выражала этими словами эмоции как бы вот сотрудникам. Но, естественно, ей просто недостаточно слов, чтобы как бы иметь полный внутренний диалог. И гениальность теории Джеймса, она состоит в следующем. Что вот пока люди копили этот словарный запас, пока слова как бы как песочные часы вот постепенно накапливались в поколениях, они как бы переливались из правого полушария в левое, то у них начинали появляться вот эти зачатки того, что мы сейчас просто называем словом мысли, то есть внутреннего диалога. Но поскольку слов было мало и их не хватало, то они раздавались намного реже. Они раздавались изредка только в кризисных ситуациях. Вот. И они раздавались как, по сути, аудиогаллюцинация. И поскольку люди как бы не понимали вообще, что это за слова, что это у меня вдруг вот я там говорю с Васей, я говорю с Петей, а тут у меня вдруг в голове раздается какой-то голос. Вот. И при том там были сделаны недавно некоторые как бы эксперименты как бы с электричеством, что вот именно как Джулиан Джеймс, если вот триггерить эти как бы элементы в мозгу вот в той области, о которой он пишет, то голос как раз будет какой-то такой страшный ассоритив голос либо вашего родственника, либо вашего такого старого уважаемого родственника, либо какого-то лидера. То есть это будет какой-то авторитарный голос, который вам начнет что-то говорить. Вот. Его теория была в корне очень простая. Он просто говорит, все боги были реальны. Их никто не придумывал. Это не фантазия древнего человека. Это просто его внутренний диалог, который еще не оформился, он проявлялся вот этими отрывками команд, которыми, грубо говоря, ему правое полушарие кричало критическую информацию, в левое полушарие в форме таких аудиогаллюцинаций. Поэтому, когда вы читаете древнюю литературу, вот ключ отмычка состоит в том, что в ней нету метафор. Вы думаете, что это метафора, что вот там мне пела муза и напела мне такие-то стихи. Вот вы думаете, ну какая вот красота, вот как он метафорично пишет? Да нет, нифига, никакой метафоры там нету. Они слишком примитивные, чтобы писать метафорами. Это просто реально у него в голове раздавался голос музы, которая пела ему стихи. Просто это было то, что вы бы сейчас сказали. Я подумал и придумал стихи. Но слово «я» у них еще, по сути, не существовало. То есть слово «я» еще это, так сказать, это там длинная область, так называемая «theory of the mind». Вот, то есть у них понятие «я» и, так сказать, «я подумал», оно не существовало. И о чем, кстати, Джулиан Джеймс как раз пишет, например, и «Илиаде», что если вы вспомните «Илиаду», там слово «я» никто не произносит. Там нету, в «Илиаде» нет ни одного инстанса, где любой из героев бы сказал «я подумал». Герой всегда думает в «Илиаде» только одним способом. Ему что-то говорит Зевс, ему что-то говорит Афина. Вот постоянно у них над кроватями сидят боги и что-то им говорят. Так вот, на самом деле, это не боги, это не метафоры, это просто их собственный мозг что-то им говорит. Просто вот восприятие древних в таком как бы неполном еще развитом внутреннем диалоге интерпретировало все эти вербальные галлюцинации как вот команды богов. И поэтому вся вот эта так называемая, так сказать, palatial society, как бы society дворцов, которая существовала до ивента, который назывался Late Bronze Age Collapse, то есть поздний коллапс бронзного века, вот, это была society людей, которые, грубо говоря, именно координировались этими голосами древних. Вот, а потом они с одной стороны, и здесь надо понимать, что письменность, она враг бекамеральности. Как только вы развиваете письменность, у вас развивается словарный запас, вы начинаете, грубо говоря, читать другие голоса, и вы, грубо говоря, бутстрапаете себя, ну, разумеется, на протяжении многих поколений, до как бы вот полного сознания. Вот, и при этом все идут с разными скоростями. То есть у вас, так сказать, это все растянуто на сотни лет. То есть у вас могут быть там бекамеральные отцы и несколько детей небекамеральных. Или у вас может быть поселок, где только один человек еще имеет бекамеральность. Вот, разумеется, никто, так сказать, там в Московский университет на теоретическую физику не поступает, а наоборот все в панике, потому что это значит, что вот там наши прадеды, они говорили с богами каждый день, а боги замолчали, они больше с нами не говорят, они нас не любят, мы, наверное, в чем-то провинились. А вот у нас остался один человек в племени, который еще умеет говорить с богами, так этот человек и будет нашим ораклом, шаманом и так далее. Вот. И вот у вас раскрывается как пазл вся, грубо говоря, теория древних цивилизаций, что они раньше сжили полностью с этими голосами, и все было замечательно. Потом мир стал намного-намного сложнее, потому что этот Late Bronze Age Collapse, он там все смешал, он смешал людей, культуры, там еще есть теория, там еще один вулкан там рванулся, так сказать, с мощностью там достаточного количества термоядерных бомб. Вот. Там начали вымирать урожаи, то есть этот весь коллапс, он произошел за 50 лет. То есть, грубо говоря, вот люди жили-жили-жили тысячи лет, то есть там тысячи лет были достаточно стабильные формы. За 50 лет все просто разнесло нахрен. Вот. И то, что случилось, что вот эти люди, они как бы начали путешествовать в силу этих географических событий, и там начался просто, ну, хардкор. То есть вот у вас племя, оно все, грубо говоря, синхронизировано на одного бога. Вот мы пришли и сказали, наш бог там омог. Вот он нам говорит. Ну, вот вы слышите голос, Андрей слышит голос, мы ходим к колодцу за одной водой. Мы уже давно договорились, что, конечно, это, конечно, омог, но кто же еще там? Это он. Ну, вообще, о чем тут говорить? Вот. А потом мы приходим к другому племени, а там какой-нибудь другой бог-мордук. И вот наш голос, он нам говорит, ну, давайте их всех там порежем. Их голос говорит ему что-то другое. И, в общем, понятное дело, что эти голоса, они абсолютно непрямые, они плохо очень работают, когда у вас вера динамическая, когда вам надо, грубо говоря, менять все на ходу, когда вам надо реально думать, когда вам надо не реагировать на вот эти триггеры, а когда вам надо, так сказать, подумать, и, грубо говоря, иметь theory of the mind. Я подумал, а он подумал, и из-за этого я подумаю, что он подумает. Вот, то есть, этот уровень софтвера в голове, он полностью отсутствует у бекамерального человека. Вот, поэтому пошел закат бекамеральности. И все следующее, это в некотором роде такая как бы вот тоска, тоска по раю, тоска по утерянной идиллии, потому что, ну, сейчас нам кажется, что мы такие совершенно вот офигительные, замечательные, на Марс скоро полетим. А для древнего человека это было абсолютно наоборот. Это они жили в раю, где им добрый бог каждое утро, каждые там несколько часов он говорил, что делать, он, так сказать, говорил, как он его любит. Он, так сказать, у тебя был, как один нейропсихолог сказал, он говорит, вы не думаете, что это бог, это что-то типа Зевса. Это что-то вроде твоего школьного тренера, который вот где-то с краю сидит и постоянно орет тебе команду. То есть, типа, а, вот пошел, иди за водой. Ты сказать, а, вот он сволочь, набей ему морду. То есть, ну, вот содержание Илиада, грубо говоря. Вот. И жизнь была простая. Жизнь была простая и счастливая. А потом жизнь стала сложной, и всем пришлось напрягаться, все старые ответы стали как бы неправильными, и поэтому, так сказать, народ, ну, начал вот грустить. Все, у нас больше нету богов, что делать? Ну, надо заводить ораклов. То есть, ораклы, шаманы, это все такие последние люди, у которых остались еще остатки бекамеральности. Вот. И ты приносил свои три крысы жареные, и говорил, вот, ну, что боги-то говорят. А он там говорит, а, вот сейчас вот боги сказали, там, то, сё, вот, и все. О, вот бог ему сказал, как круто. Вот. На самом деле, это просто были вот предыдущие версии о софтваре, и как-то не смешно звучит, люди с более продвинутой версией софтваре, они как бы ходили к ним за советами. Вот. А, разумеется, такие люди, как Платон и Аристотель, они их, в общем, как бы гоняли, как бы тряпками определенной влажности. Вот. И они очень метко писали, так сказать, то есть, там Аристотель, Платон, они там вообще идут уже хардкорно. Вот. Но даже если вы идете вот в такой, как бы, уже закат бекамеральности, но бекамеральность еще присутствует. Вот. И был такой греческий деятель Салон, он считается родоначальником афинского права, то есть, он, грубо говоря, писал первые записи, которые стали, так сказать, грубо говоря, вот то, что называлось законами в Афинах. Вот. И там просто в этих законах прописано, то есть, там просто как одна из инструкций, что если вам Бог сказал что-то сделать, это не освобождает вас от законной ответственности за ваши действия. То есть, это одна из там крупных строчек. Вот. И сейчас это кажется как бы глупо, а если ты подумаешь, что там половина народа еще бекамеральная, вот, ему Бог какой-нибудь заорал там, пойди убей этого. И ты, естественно, пошел и убил, потому что ты так, так сказать, до этого всегда жил. Вот. А здесь уже, понимаете, интеллектуальная социайте, уже появляется греческая логика, уже, так сказать, там как бы появятся Аристотели и Платоны скоро. Вот. И они с самого начала говорят, нет, слушай, вот ты свои божеские дела держи у себя в голове. Они вот, если они трогают других людей, то вот по закону ты будешь отвечать за то, что ты сделал. Ты, а не Бог. И это там вот, так сказать, прописано было в как бы вот этом оригинальном кодексе афинских законов. Вот. То есть, наверное, так галопом по Европам, то есть мы затронули только самые вершки, вот, это вот, я бы так и подделал теорию бикармирального сознания. Были голоса, боги были абсолютно реальными, и все, что делали древние, надо понимать просто в абсолютно прямом, никаком, не метафорическом смысле, метафор не было. Все вот то, что они писали, это значило, что им так говорил делать Бог, который для них был абсолютно реальным. Вот. Слово на слово, так сказать, ну, может быть, Елизавета захочет покритиковать, если нет, то тогда Андрей. Ну, я не то, чтобы покритиковать, просто для меня теория бикармирального разума — это чайник Расселла. Если кто не знает, чайник Расселла — это такая теория, которая гласит, что вокруг Земли по эллиптической орбите вращается чайник, обычный самый такой чайник, и попробуйте доказать, что он по ней не вращается, потому что вы же не сможете доказать, что это не так. То же самое примерно с бикармиральным разумом. То есть это вот её автор, собственно, Джейнс, он не имел образования. То есть он пытался где-то учиться, в итоге не доучился. Образования он не имел, и, соответственно, он не имел той базы того вот какого-то, во-первых, понятийного аппарата, а во-вторых, инструментов научных он их не освоил, которые позволяют там что-либо доказывать, опровергать, проводить какие-то эксперименты и так далее. Поэтому он, как я уже говорила, пошёл от обратного. Он сначала придумал, то есть в какой-то момент в его голове родилась идея, что а вот если оно было так, а потом уже пошёл там читать древние тексты, собирать какие-то факты, подтягивать под неё. Это вот первое, чего, собственно, не должен делать никакой учёный, потому что идти нужно... Ну, Лиз, я извинюсь, я тут с тобой крупно не соглашусь, потому что учёный, который сделал именно это, его звали несколько Джеймс Клерк Максвелл, и я тебе потом могу рассказать историю про то, как Джеймс Клерк Максвелл добавил один термин в свои знаменитые уравнения, которых не видел никто, которых не было ни в каком эксперименте, именно вот как твой чайник, летающий вокруг Земли. И, ну, знаете, я, наверное, это классная история, которая как раз показывает, как развитие науки идёт. Вот, я отвлекусь буквально на две минуты, расскажу эту историю, что вот когда Максвелл писал свои уравнения, вот, у нас было огромное количество законов про электричество и магнетизм. Помните, там, закон Ампера, закон Фарадея, там, то, сё, то есть было написано вот куча таких билдинг-блоков, и Максвелл их начал всех сводить вместе. Вот, но когда он это свёл вместе теми законами, которые были, вот, открыты экспериментально, ну, там шёл некоторый математический бред. Ну, долго там объяснять, ну, вот, там, грубо говоря, там ноль равнялся минус единице, там, в общем, было фигово. То есть там вот не стыковалось. Вот, и он абсолютно вили-нили, будучи Максвеллом, он так посмотрел, как бы поднял вот внутреннюю структуру всего этого дела, вот, и он просто вот абсолютно, так сказать, с бодуна сказал, а вот здесь я вот закидываю ещё один термин, который балансирует все мои уравнения, и он такой несколько бредовый, если я правильно помню, по-моему, это плотность магнитного заряда, вот, понимаете, вот он здесь должен быть, вот математика показывает, что он здесь должен быть, его никто не видел и не знает, и, понятное дело, потому что нету магнитных монополий, вот, но вот этого термина здесь круто не хватает, вот, и вот то, что вы называете уравнениями Максвелла, и почему Максвелла считают гением, вот, что он просто посмотрел на экспериментальные данные, но он не просто их обобщил, а он увидел в них огромную дырку, вот, и эту дырку закрасил, вот, разумеется, потом мы это все, так сказать, доказали, как бы, другими способами, вот, поэтому с точки зрения, понимаешь, я бы здесь не, особенно не, так сказать, не переходил на личности, там, какое у него было образование, там, да, у него там были проблемы с алкоголем, и, так сказать, из-за того, что он был консенсуис-абжектор, он не хотел в армии служить по идеологическим причинам, он ради этих убеждений в тюрьме отсидел, но суть состоит, вот, у нас есть некая теория, и она, как бы, с некоторыми фактами совпадает, с некоторыми фактами не совпадает, и основная проблема ее доказательства состоит в том, что мы, как бы, мы, как бы, вот такие софтеры-инженеры, которые пытаемся понять софтварную прошивку человеческого мозга, копии которого нигде не осталось уже где-то, ну, 2000 лет, так, может быть, даже 3000 лет, вот, задача очень тяжелая, может быть, она недоказываемая, вот, ну, и вот, что мы здесь обсуждаем, это вот мы здесь обсуждаем просто pattern matching, вот, какие-то точки совпадают, какие-то точки круто не совпадают, вот. Это было лирическое отступление, да, тебе, Лиза, слово. Да, все-таки я договорю, потому что давай, давай мы будем нас трое, мы будем по очереди говорить, что на этот счет думаем, мы за этим здесь все собрались, в науке ничего невозможно обсуждать в отрыве от, собственно, от источников этой науки, от ученых. И Максвелл, как ты сослался, Максвелл был ученым, он был ученым с огромной гигантской базой, это, ну, как бы он физик, математик, механик, у него была та самая база, про которую я говорю. И Максвелл мог себе позволить нарушать правила, ну, то есть идти, сходить в разные стороны, потому что он был учен. Вот. По поводу теории. Просто для меня, как бы, ну, я понимаю, вот про нее говорил Рассел, и говорил, что такие теории, они, и люди, которые такие теории излагают, они либо сумасшедшие, либо генины. И тут, как бы, каждый для себя выбирает какую-то одну сторону, потому что пока мы не имеем доказательств, мы можем выбирать какую-то сторону и выбирать какую-то точку зрения. Вот. Я твою точку зрения поняла, но моя-то другая, просто потому что для меня самым главным аргументом является то, что вот абсолютно, ну, по крайней мере, большинство, я так скажу, ученых, которые занимаются или как-то касаются антропологии, эволюции и так далее, они скажут, что Homo sapiens, он же как вид существует там 200 тысяч лет. И на самом деле, если мы возьмем Homo sapiens, который жил там 100 тысяч лет и поставим его рядом с современным человеком, отличия будут далеко не такие глобальные, как нам бы хотелось. Ну, то есть нам бы хотелось думать, что они все там висели на деревьях и выглядели как обезьяны. На самом деле нет. И вот все эти там 200 тысяч лет у нас идут всякие эволюционные процессы, продолжают идти. Но 3 тысячи лет, то есть вот этот же пишет именно про срок 3 тысячелетней давности, на самом деле в рамках эволюции, тем более эволюции там человека, а не плодовой мушки там, это на самом деле очень маленький срок. То есть говорить, что наше сознание целиком поменялось до такой степени, что выветрилось все и как бы практически без остатка. Но это, опять же, с научной точки зрения не очень разумно. Но я прекрасно понимаю, действительно красивая теория, она такая сказочная. И люди, которые читают это не как научную теорию, а как просто какое-то классное, интересно, художественное предположение о том, как оно могло бы быть, для них, конечно, на них это все очень ложится, потому что оно вписывается в какую-то картину мира, как ты правильно говоришь, оно дает какой-то кусок пазла, которого не хватало для общей картины. Но на самом деле, если ты попробуешь посмотреть, были ли какие-то ученые, которые пытались теорию бекамерального разума каким-то образом проверить, например, да, ну хоть каким-то, а среди антропологов, как вот, которых тоже, в том числе, упоминал Андрей, они много что проверяли, много какие-то теории. Так вот, единственные отзывы на эту теорию ты найдешь только от эзотериков, всяких там астрологов и прочих, потому что научное сообщество, оно это не рассматривает. Ну просто потому, что это не дает никаких важных научных поинтов, которые могли бы что-то поменять в теории сознания или где-то еще. И экспериментально или как-то иначе это проверить будет очень сложно. Поэтому, да, это воспринимается как такая вот, не знаю, научно-популярная художественная литература. И это очень хорошее. То есть я советую всем, кто эту книгу не читал, я советую ее прочитать, но пока я не вижу ни одного аргумента, почему бы следовало это рассматривать как реальную научную теорию. Собственно, это реальная научная теория на самом деле, в общем-то, и не является. Андрей? Я буду спорить с вами обоими. У меня будет точка зрения. Баба-Яга против, да. Значит, касаемо ученый-неученый, тут, наверное, немножко как бы соглашусь с Максом, потому что Мойнштейн тоже как бы, да, там долгое время ничего себе не представлял, как бы, ну, закончил он эту свою математику и физику и дальше в этом патентном бюро сидел и был абсолютно отщепенцем, и его там научное сообщество не признавало. Фрейда того же самого тоже там все психиатрическое сообщество порицало. Он говорил, отстаньте, я тут людям помогаю, а остальное мне не важно. Поэтому разные есть пути, как бы, и так и всяк. Но я понимаю, о чем Елизавета говорит, действительно, ну, вот, конкретно с такими работами, то есть, если ты уж попер против, то ты должен довести это, ну, условно, до конца, как бы, да, и вытереть всем нос, то есть, ну, вот, как-то надо стать тем самым Максвеллом, строить эту историю так, чтобы уже все, вот, она вошла в науку, как бы, да, и тогда, да, ты тратишь на это, там, жизнь или большую часть жизни, и те, кто, значит, смеялся над тобой, в итоге приходят к тебе, говорят, вау, там, вождение, передел время и прочее, прочее, вот, тут такая тоже, как бы, палка о двух концах. Теперь, значит, касаемо того, есть ли там все-таки какая-то научная история, если вот не циклиться именно на одной из вот этих идей, что самое главное, что где-то звучит голос Бога, кто-то его слышит, вот, если не на этом постулате фокусироваться, а посмотреть вообще, как бы, на феномен сознания, тут я, наверное, вот отвечаю на вопрос Максима, как, на мой взгляд, как бы, что вообще такое теория Джеймса, он сначала же объясняет, чем сознание не является, потому что это более широкий, интересный вопрос, как бы, вот как раз здесь для меня есть какие-то интересные научные гипотезы в его работе. Он говорит, что первое сознание не является всей умственной деятельностью, что, как бы, вот она может осуществляться как-то и совершенно там в полуавтоматическом автоматическом режиме, и это не есть феномен сознания, потому что этой деятельностью можно там, значит, и человек может заниматься, не осознавая, что он делает, и ряд там, условно, там, животных каким-то образом это могут делать. Не оно, как бы, он пытается понять, что это. Второе, оно не является необходимым для ощущения и восприятия. И тут мы, вот, можно со стороны духовности опять зайти и вот этих всех практик в сторону там, будьте, пожалуйста, здесь и сейчас, не пребывайте в сети направленной активности, а не в сети, там, дефолт режима мозга, да, потому что мы, ну, как бы, вот существуем, и если я не включу специальное внимание, то, как бы, что-то я воспринимаю, это автоматически происходит, я там как-то хожу, как-то функционирую, как-то ем, как-то пью, но совершенно для этого мне сознание не нужно, и это вот то, о чем мы вчера разговаривали, как бы, да, что большинство людей живет, как бы, условно, во сне, оно не обязательно копирует опыт, тоже, тоже, как бы, да, копирование опыта не требует феномена сознания, и, что самое интересное, оно даже вроде как не является необходимым, ну, с его, по крайней мере, точки зрения, для обучения, размышления и рассуждения, то есть, вот даже эти процессы на самом деле могут идти автоматически по каким-то паттернам, знаниям, наработанным, и феномена сознания там не будет, человек просто будет повторять некие усвоенные концепции, истины, и как шутят, что 99,9% в ваших убеждений были созданы до вашего рождения, там нет феномена сознания, согласно Джейнсу, и это, ну, интересный взгляд, пока, на эту ситуацию, переходя от отрицательного определения, соответственно, он начинает задаваться вопросом, а что вообще, более существенные признаки, это первое, вот то, о чем Макс говорил, это наличие у человека мыслительного пространства, состоящего из метафор, то есть, это способность вообще строить метафоричный аналог физического мира, и вот здесь уже интересно, потому что, если мы сейчас пойдем в сторону нейробиологии и людей, которые профессионально исследуют тему сознания, то сейчас самая, как бы, научная гипотеза, там, которую всячески доказывают, подтверждают, и вот она не является чайником расы, и ее действительно, как бы, ну, можно проверять на всех исследованиях, что, по сути, мозг делает, что он постоянно строит максимально, ну, как бы, для него достоверную и понятную галлюцинацию, ну, специально, как бы, используем этот термин, на основе всей поступающей к нему информации и того опыта, который у него есть. На этом, собственно, основан, например, ряд всевозможных оптических иллюзий, да, тень на шахматной доске, там, и прочее, и прочее. когда вот мы смотрим и мы наблюдаем, как бы, картинку, и она, ну, как бы, почему-то, как бы, не соответствует тому, что есть на самом деле. А почему? Потому что мозг сопоставляет данные, которые попадают, ну, допустим, там, на уровне зрительного восприятия, с какой-то памятью о том, что вот шахматная доска — это чередование клеток, там, темного и светлого цвета, и о том, что такое тень, что если тень падает на предмет, то она, как бы, делает его более темным. И в итоге за счет этого можно там создавать определенные оптические иллюзии. Ну, я, может быть, не знаю, сейчас если будет пауза, может быть, найду эту картинку, у себя там или вместо аватарки повешу, или в сторис-минсте размещу, сможете проверить, убедиться. Вот наличие, как бы, метафор с точки зрения Джейнса, это интересно, потому что здесь вот мы начинаем почему-то вообще вроде как бы с точки зрения сознания прикасаться. Второе — это наличие вообще когнитивного подобия «я», позволяющего перемещаться вот именно в этом пространстве метафор. И это тоже интересно именно с точки зрения изучения феномена сознания, потому что здесь и «я» возникает, и какое-то вот, ну, как бы, пространство внутри меня, и сейчас, ну, там, за Платона, когда дадите, тоже я там зацеплюсь, тут я с Максом совершенно не согласен, потому что, на мой взгляд, Платон просто вторит Джейнсу один в один, как бы, он просто другими словами подтверждает, собственно, основные там стулаты и выводы, в отличие от Аристотеля, например. И третья — очень важная штука, которую, ну, по крайней мере, я для себя подчеркнул, потому что вот с точки зрения того, что называется феномен развития эго, там очень важно, как усложняется концепция и метафора времени с точки зрения когнитивной сложности, потому что у маленького ребёнка там время вообще не существует, потом оно там циклически как-то, ну, там движется, условно, там, не знаю, там школа, отдых, или там зима, весна, лето, или там школа, каникулы, и если взять деревенский какой-то уклад, ну, там тоже, понятно, там что-то посеяли, ухаживали, ухаживали, собрали урожай, лежим на печке лаптик, плетём, условно говоря. И со временем это становится всё более сложной какой-то историей, и вот наличие внутренней концепции времени, такого опространственного времени, позволяет вообще располагать элементы пространства, метафор вот этих внутренних на какой-то временной оси и оперировать ими в речи. Если вот с такой точки зрения посмотреть на то, к чему как бы прикоснулся Жейнство, вот это гораздо интереснее, то, что он сделал из этого вывода, которые растиражировали вот именно про то, что тут у нас в правой части голос Бога, а тут в левой, значит, кто-то, кто подчиняется, для меня на самом деле чуть менее интересно, нежели чем вот эта история. И совсем уж как бы нам вброшу, Макс вот сказал, что это там какая-то предыдущая, значит, софтверная часть, прошивка и прочее, прочее. Тут уж раз мы про Джейнса говорим, давайте ещё и про Теслу, значит, скажем, который вот примерно в той же как бы где-то там плоскости, он где-то между Максвеллом и Джейнсом по моей личной шкале как бы, да, не смог себя полностью, значит, реализовать и доказать в науке, но при этом всё-таки отличается тем, что определённые какие-то у него, ну, признанные научным сообществом есть достижения, ну, и куча всяких ансимуаций вокруг и около. И он вообще же, ну, как бы, с точки зрения того, что такое мозг, что такое сознание, допустил, что, блин, а может быть вообще, ну, как бы, мозг — это, ну, условно, некий не просто компьютер, а компьютер с модемом, компьютер с Wi-Fi, и тут мы с этой бикамеральностью вообще как бы выходим вот как раз в сторону, ну, там, не знаю, эзотерики, духовных каких-то историй, то есть не перепутали, то есть, возможно, Джейнс что-то нащупал, но, возможно, он перепутал, потому что это интересно. Мы сами, как люди, ну, там, построили компьютеры и достаточно быстро догадались, ну, условно говоря, придумать какой-то способ соединять эти компьютеры в единую сеть и так далее. Но мы почему-то отказываем эволюции в том, что она, возможно, ну, это же тоже совершила. И вот здесь есть вопрос. Мы развиваемся или мы деградируем? Потому что вполне может быть, что то самое правое полушарие вообще выполняло функции, ну, не знаю, там, модемы доступа к какому-то информационному пространству, там, ноосферы, неноосферы и так далее. И мы умели слышать соответствующие, там, сигналы, информацию, пространство, идеи. Ну, вот к Платону в какой-то момент обязательно вернемся, да? И с этим каким-то образом взаимодействовать. Но пошли по другому пути развития. И в итоге эту историю отключили. Тогда вот то, о чем ты, Макс, говоришь, выглядит совершенно иначе. Получается, что там шаманы, орахулы, там, не знаю, какие-то там вот народ, который что-то там условно слышит. Я совершенно антинаучно естественно сейчас говорю, но вот мне интересно в эту сторону тоже промышлять. Вероятно, их мозг вообще умеет работать с соответствующими доступами, ну, там, к, не знаю, там, да, интернету, вот, к какой-то вот этой вот общей информационной базе. А остальные не умеют. И при этом думают, что они опережают их развитие. Вот это третья точка зрения на какие-то мои выводы из теории бикамерального разума. И в этом смысле для меня мир Дикого Запада очень красиво это все подсвечивает и показывает. Я думаю, здесь, по крайней мере, что мы точно продемонстрировали всем случаем, слушателям, что вот бикамеральная теория это как такой вот огромный магазин со сладостями. Вот. И можно подходить к любой куче сладостей и начинать в ней копаться. А вот что там? Да, и это, так сказать, вот да, ты затронул про модем древних. Вот, что, кстати, здесь опять можно иметь какое-то мистическое объяснение. Вот. А можно иметь абсолютно материалистическое объяснение, что этот модем, это вот был просто как бы коллективное сознание как бы определенного племени, потому что они все друг к другу там что-то кричали, какие-то выкрики, вот, какие-то разговоры в течение дня еще не имея создания. Вот. И это постепенно, вот, как бы, вот эту ноосферу данного племени, вот, оно подкачивало. То есть модем был, но он был такой совершенно простенький, акустический модем. Вот. Но на что я, наверное, специально обращу внимание, что это вот ты здесь просто попал абсолютно бузай, это, конечно, вопрос метафор и языка. Потому что это действительно, ну, вот, если вы читаете, книгу Джеймс первый раз, то первый раз это вот это вот, там, так сказать, такой вот singularity, так сказать, ой, все боги были реальны, и это были наши галлюцинации. Я думаю, на втором прочтении действительно главная идея это понятие вот этих метафор. И, так сказать, вот мой основной такой вывод, вот сконцентрированный вывод по поводу метафор, он состоит в том, что у нас у всех, наверное, есть некоторая иллюзия, которая, так сказать, нам запрограммирована нашим образованием, социумом, вот. То есть мы все думаем, что вот мы знаем слова, и у каждого слова есть абсолютно точное значение, и наш уровень профессионализма и грамотности, он определяет с тем, что мы правильное слово употребляем в правильной фразе, вот. Это вообще, как, так сказать, грубо говоря, как вот инженеринг, это вот как гайка с болтом. Вот мы сейчас соберем фразы из слов, и мы получим то, что мы хотели. Вот. А Джеймс, он говорит прямо противоположное, что он говорит, что на самом деле все наши слова, как бы, это метафоры, и все эти метафоры, они многоуровневые, и мы постоянно растим эти метафоры, как цепочки. Вот. И по мере того, как мы употребляем эти слова метафоры, их значение мутируется вместе с нами, вместе с социумом, вместе с пониманием. Вот. То есть там, например, пример, вот мы все знаем там метафору «ход конем». Вот. Окей. Ну, мы все понимаем, что это не настоящий конь, а это конь из шахмата. Окей. То есть метафора первого уровня. Вот. А потом сам конь. Так сказать, мы коня там сейчас в хозяйстве не используем. Вот. Но у нас есть конь, как вот это вот понимание этого животного, но опять-таки, это метафора, потому что хоть конем, это хоть конницей. То есть конница – это вид войск. И вот у вас есть шахматы, они как бы сидят на метафоре вида войск, этот вид войск, он называется конницей, ну, вот, что такое конница? Значит, много коней. Это мы уже придумали метафору военную, которая основана на типе животного. И вы вот по этим цепочкам метафор, вы можете там забавно идти, грубо говоря, там некие метафоры, вы найдете пять, как бы пять уровней построения. То есть, так сказать, там, так сказать, он там зажегся страстью. Почему он зажегся? Он же не в огне, его бензином, керосином никто не обливал. Вот. И как вы начинаете вот следить за своими собственными словами, вы видите вот эти метафорические цепочки. Именно вот возможность их построения, это и есть вот следствие нашего как бы ухода от как бы бикамерализма. Вот. Наверное, как бы последняя интересная часть, которую стоит затронуть, это, грубо говоря, вот, ну, я как бы, я stick to my guns, то есть, это, так сказать, моя личная спекуляция, но я вот повторяю об этом говорить, как о просто прошивках нашего мозга. Вот. В некотором роде это отвечает на вопрос Елизаветы, что да, мы эволюционно абсолютно не поменялись, мы точно такие же люди. И практически все ученые, и там есть настоящие ученые, которые занимаются, так сказать, ну так, последствиями теории бикамерализма, вот, они практически все в один голос говорят, нет, у вас не случилось никаких эволюционных изменений, вам не нужен другой мозг, чтобы он был бикамеральным. Единственное, что поменялось, это как ваш мозг работает, как меняется прошивка вашего мозга. Вот. И как мы говорили в начале, что если в этой теории есть какие-то, скажем так, коннекции с реальностью, вот, то ваши дети, они, собственно, проходят тот же процесс, просто очень быстро, потому что социум их очень быстро научает и словам, и их значению, и метафорам, и они очень быстро получают свою theory of the mind. Вот. Но это вот, как бы, старая изначальная прошивка, она у нас присутствует, и она полностью никогда не исчезает. Вот. И, так сказать, это такой сайт-поинт, что на самом деле, вот, шизофреники, которых достаточно большое количество, как бы, статистический процент населения, вот, как-то ни странно звучит, с точки зрения бикамеральности, они-то как раз не больные люди, они просто люди, которые до сих пор пользуются старой прошивкой, и, разумеется, им очень трудно жить в современном мире, используя эту старую прошивку, но вот никакого такого, ты, ты так больной человек, это совершенно неправильно, и с точки зрения бикамеральности, там нету даже в принципе, они ничем не дефективны, они просто не смогли разработать себе, вот, по какой-то причине, вот, такое полное сознание без этих галлюционных голосов, вот, поэтому, мне кажется, последняя интересная тема, это до какой степени бикамеральность влияет на наш современный мир, потому что, с моей точки зрения, вот, и мы здесь пропустили одну часть книжки, которую сейчас стоит упомянуть, она состояла в том, что эти бикамеральные голоса племен, они же были не абстрактны, они обычно начинались, как голос какого-нибудь, вот, мертвого лидера племени, который постепенно за поколение дефицировался, то есть он превращался в бога, но многие сотни лет, и это, кстати, было, так сказать, замечено в многих примитивных племенах, вот, то обычно, вот, как бы умирал какой-то там местный лидер крупного значения, вот, поскольку все племя уже настроилось на его голос, как на свой бикамеральный голос, то, то, что его тело умерло, оно как бы не играло в общем-то крупной роли, потому что, вы понимаете, ну вот, вы там последние 40 лет слушаете команду Мадрука, вот, а вдруг выяснилось, что вот Мадрук, у него какие-то седые волосы, он какой-то неживой совсем, и он вот просто сидит в своем, на своем стуле, и никуда с него не встает, и, но ваш мозг продолжает проецировать команды его голоса, вот, ну и что вы делаете? Вы делаете ровно то, что делали вот эти примитивные племена, вы начинаете приносить ему еду, вы начинаете заботиться об его теле, вот, есть некоторые примитивные племена, где там I kid you not, там считается очень круто поставить мертвых родственников прямо в Living Room, то есть они вот просто инсталируют вот умершего родственника, обычных несколько штук, и они сидят как члены семьи, вот прямо в, так сказать, этой Мадхат, этого примитивного племена, забыл, забыл, как их называют. Почему? Ну, потому что они с ними разговаривают, понимаете, вы же не хотите быть такими совершенно, ну, неблагодарными детьми, они с вами говорят, они дают вам какие-то советы, вот, а вы тут, так сказать, ну, тело слегка сушеное и слегка мертвое, ну, бывает, вот, но с точки зрения племени не так много чего поменялось, потому что голос вы продолжаете слышать, вот, и это объясняет огромное количество вот этой древней истории, потому что вы помните, мы там древним вождям и подношения приносили, и подарки, и там к их тронам что-то возлагали, откуда это все идет, что-то нам в голову пришло, а пришло просто потому, что это делали люди, для которых эти все голоса, они были абсолютно реальны, то есть это было для них, ну, конечно, я его каждый день слышу, вот, несмотря на то, что пирамида там 60 миль или 100 миль выше по Нилу, а я здесь вот сижу на своем кусочке земли и, надо так сказать, все это слышу, и вот мне кажется, что наша некая склонность иметь культы, иметь культы личности, вот, такая вот слепое, я сказать, подражание лидеру, слепое подражание лидеру и при жизни, особенно после смерти, то есть там Ильич всегда с нами, где Ильича живут, вот, не является ли это какими-то такими маленькими последними, как бы, кусочками биос-прошивки, которая нам осталась с тех древних времен, то есть современные уже абсолютно разумные, абсолютно self-conscious люди, вот, им просто вот это, ну, понимаете, просто нравится, это просто приятно, вот у меня есть лидер, я полностью его фоллоу, и меня чисто забирает, именно по той причине, что мои, что вот весь, как бы наш, как бы, как бы брейн, ДНА, оригинальное устройство мозга, оно крайне этому способствовало, потому что тогда, 3000 лет назад, всему племени быть координированным, всему племени слушаться одного лидера, и всему племени быть координированным, даже если этого лидера там съел какой-то тигр, это было колоссально выгодно с точки зрения выживания, это было колоссально круто, то есть там 100 рандомных обезьянок, оно просто погибнет, а вот 100 обезьянок, определенные, у которых все, грубо говоря, синхронизированная галлюцинация, вот, на такой координирующий голос, вот, это на самом деле крупная сила в обезьянем королевстве, вот, поэтому что вы, ребята, вот думаете по поводу, грубо говоря, как бы остатков бекамеральности в современном мире? Ну, про меня, я думаю, ты знаешь, я думаю, что Андрея лучше спросить на этот счет, потому что, чтобы говорить про остатки, нужно, собственно, верифицировать бекамеральность, она в моей голове не верифицирована совсем, но я думаю, Андрей сможет что-то более толковое сказать. Ну, ты, кстати, зря вот на мой взгляд уходишь от беседы, потому что можно, ну, как бы не верифицировать бекамеральность, но обсуждать именно с точки зрения, ну, вообще феномена, потому что это же и там феномен психологический, что вот на каком-то уровне там мышление человека, оно действительно, ну, там, сформулировано, сформировано таким образом, что внутри есть, ну, определенный там набор паттернов, установок, стереотипов, шаблонов. Вот если мы сейчас бекамеральность уберем, то о чем говорит Макс, значит, туда было всего этого напихано, особенно вот то, что мы обсуждали в плане окна Овертона, да, то есть оно там каким-то образом вот где-то там, значит, было сформулировано, зафиксировано, и все. И действительно, некий, ну, внутренний голос, вот мне прям интересно, кстати, можем интерактив сделать, вот вообще, слышат ли наши люди иногда в каких-то ситуациях вот этот внутренний диалог и внутренний голос. Это же тоже как бы, ну, если говорить бекамеральный мозг, то это можно как бы говорить о том, что это какой-то там такой остаточный след этой всей истории, да, вот, если там с точки зрения других теорий сознания, то там это иначе можно формулировать, но в данном случае, да, наверное, Макс, и здесь тоже как бы, на мой взгляд, неважно, верифицируем мы или нет саму теорию, есть определенные уровни мышления, где сознание вот так сформулировано, что там есть набор установок, который может звучать определенным внутренним голосом, то есть вот как бы человек пытается о чем-то подумать и внутри него как бы идет внутренний диалог, который объясняет, что вот это правильно, там, это добро, а это зло, это хорошо, это плохо, и за пределы этого голоса ему достаточно сложно выйти, хотя вроде мы живем в 21 веке, но я уверен, что любого практически человека, за исключением ну, каких-то сверхпросветленных там мастеров, дзенопуддистов, можно загнать в ситуацию, когда его внутренний голос начнет просто бизжать и биться в истерика, со словами, да что ж происходит, и, ну, условно, если мы повесим на него там корону Зевса в этот момент или там чего-то еще, да, то он скажет, так, срочно там, вот, прими какое-то там решение и действие, и ты пойдешь это делать, и вот это очень хитрая ловушка ума, которую мне, например, тоже там очень любопытно исследовать, потому что здесь мы вот как раз и сталкиваемся с теми важными штуками, которые, на мой взгляд, Джеймс нащупал, и, опять же таки, там, про его там работы, вот есть очень известный нейробиолог Антонио Дамасио, да, который там является и профессором нейробиологии, директором института мозга и творчества, вот, и он в своей книге сам приходит к сознанию, собственно, как бы соглашается, что да, видимо, по мере развития, не обязательно 3000 лет назад, но он и не про миллионы лет говорит, что там при накоплении знаний человека о себе, о вселенной и постоянные какие-то вот эти размышления могли в какой-то момент прям в корне изменить структуру феномена «я» и привести к какому-то большему сближению относительно мало сопоставимых аспектов обработки информации в сознании. И он говорит, что да, вполне возможно, вот мы как бы развивались и таким образом нам повезло, эволюция как бы так действовала, здесь вот они вам как бы повторят тебе, да, что мы стали переходить к принципам здравомыслия и в этом смысле эта эволюция работала в нашу пользу. Опять же таки, здесь есть интересное исследование, значит, о том, что вообще феномен сознания, он двухэтапный, вот мы с вами вчера говорили про двухфакторную, значит, верификацию встреч, решений и так далее, вот феномен сознания, он тоже интересно работает. А сначала мы получаем просто какую-то информацию, ну там, например, зрительную, а потом спустя какой-то промежуток времени, если мы обращаем туда своё внимание, то вот включается то, что, ну, современные учёные называют феноменом сознания. И это происходит спустя где-то там 200-300 миллисекунд, не раньше, быстрее это произойти, ну, там, практически не может. У каких-то вот мастеров этих, опять же таки, там, буддийских традиций и так далее, они как-то умудряются свой мозг так натренировывать, что они могут засекать там через 100 миллисекунд результаты исследований, и это интересно. Но там есть, видимо, какой-то именно физиологический предел, да, чтобы вот всё-всё произошло, необходимый порог возбудимости там на эросети был достигнут, и тогда мы можем вообще осмыслить, что происходит. И было интересно, значит, поисследовать эту историю на маленьких детях, и, значит, нашлись учёные из, там, высшей школы в Париже, которые решили эту проблему, они надели эти шапочки ЭГЭ на группу младенцев в возрасте пяти, двенадцати, там, пятнадцати или восемнадцати, не помню, месяцев, и фиксировали активность их мозга в ответ на предъявляемую серию каких-то вот там быстроменяющихся изображений. И так же, как и взрослые, младенцы реагировали на человеческое лицо, потому что, ну, у них это там базовая эволюционная как бы штука зашитая, чтобы они выживали. И, что интересно, они тоже демонстрируют вот этот ожидаемый двухэтапный паттерн. То есть сначала на первом этапе, значит, происходит вот работа зрительной экраны, и потом, спустя вот, ну, там, сколько-то миллисекунд включаются те отделы, которые, ну, вот, как бы, мы говорим о том, что отвечают за феномен сознания. Там достаточно мощная такая нейросетка. Но, значит, там история следующая, что у пятимесячных младенцев задержка перед началом второго этапа составляла более секунды, а вот там у двенадцати-пятнадцати месячных младенцев где-то восемьсот-девятьсот миллисекунд, чуть-чуть меньше секунды. И по мере того, как мы взрослеем, мы, как бы, всё быстрее, всё лучше, видимо, если там использовать, в том числе, практики медитации, мы вот этот вот второй этап, который непосредственно включает феномен сознания, можем задействовать всё быстрее. Вот для меня тут важно, что Джейнс как раз, как бы, подводит нас к выходу за пределы, ну, там, определённого паттерна, то, что это в данном случае голос Бога-исполнитель, мне не суть важно, потому что, я говорю, многие люди до сих пор, на самом деле, живут в такой парадигме. У них есть этот внутренний голос, они даже не осознают, что он есть до сих пор. Боги не умолкли в этом смысле, вот, как бы, по мне. Вот. И феномен сознания как раз и заключается в том, чтобы засекать вообще, во-первых, куда я сейчас смотрю, что я сейчас слышу, что я сейчас делаю, это первая интересная задача. А вторая — засекать вот этот, ну, как бы, внутренний голос и иметь наглость и соглашаться с ним. Это вот такой важный диспут с Курпатом и Черниговской относительно того, есть у человека свобода воли или нет. На мой взгляд, конечно же, да. И тут можно, там, будет в какой-то момент перейти к миру Дикого Запада. И там очень красиво показана, собственно, вот вся эта история развития и как эта свобода воли там проявляется и к чему приводит. Вот, кстати, да, возможно, нашим слушателям следовало бы в двух словах объяснить, почему мы говорим про мир Дикого Запада, говоря про бикамеральный разум. Макс, может, ты сможешь? Да, ну, наверное, вот у меня такая... Слушайте, секунду, можно я про голос? Давайте я вот руки сейчас включил, можно сейчас проголосовать. Вот засекали ли вы себя в каких-то ситуациях, что у вас внутри вдруг ну, как бы формируется какое-то убеждение, там, не знаю, в виде внутреннего голоса или внутреннего, там, интуиции, как хотите это называйте, которая вам там подсказывает условно, как вам сейчас нужно поступить. Вот прям поднимите руки, если вы себя на этом засекали, ну, там, если не засекали, то нет, сейчас посмотрим. Круто, сотни рук, да. Просто прям. Вот, мы-то утверждаем, что, видишь, боги умолкли, а они нифига не умолкли. Вот, поэтому вот здесь вот как раз я и говорю, что Джейнс, возможно, нащупал что-то, просто оно, оно как бы вот, ну, как-то за деревьями леса мы, возможно, не видим. Да, спасибо. Ну, да, больше старух, то есть как бы, ну, имеет, просто, знаете. Но теперь, нет, теперь просто по-хорошему нам было бы надо попросить поднять руки тех, кто, ну, кто с этим не сталкивался. Вот я, например, не, как-то у меня нет такого. То есть я со своим разумом общаюсь, не общаюсь вот таким образом. Давай, давай попросим. Голосов не слышу. Лиза просто пристрелила своих богов. Да, давайте голосуйте, тех никогда не слышат внешних голосов. Ну, там, внешних, внутренних, да, мы видим, что у вас вот нет, нет этого внутреннего голоса, который вам там подсказывает. Ну, Лиз, заметь, что он медленнее растет. То есть растет, но вот по 60, 66, тогда это вышло в 170 практически моментально. Сейчас мы видим... Ну, да, нет, я не сомневалась, просто мне, как бы для чистоты эксперимента, ребята, мы же как бы тут продавали. Да, 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 исследуем, исследуем. Да, все, зафиксировали. Где-то около 70-75 не слышат голосов, остальные слышат. Ребята, окей, я записала себе эти результаты. Да, Лиза сейчас записала в домашнем дневнике. Я попала в комнату шизофреников. Сейчас попробую найти вежливый способ спокойно оттуда уйти. Нет. Шучу. Да, кстати сказать, ну, я даже сейчас не буду углубляться в то, что происходит с вашими внутренними голосами, когда как бы вы проживете, так сказать, когда вы начнете жизнь на русском, а потом проживете 25 лет на английском, и когда голоса... То есть у вас появляется английский голос в голове, разумеется, и он звучит чуть-чуть по-другому, чем русский голос, и когда, и, собственно говоря, некоторые метафоры как бы заходят намного лучше на английском, некоторые метафоры заходят намного лучше по-русски, И у вас эти два голоса, я бы не сказал, что они конкурируют, они в основном дополняют друг друга. Но я думаю, что если вы нативно изучите, вот это, кстати, тоже интересно было бы послушать, то есть если у нас есть спикеры других языков, которые на них говорят больше, чем десятилетия, согласитесь ли вы с утверждением, что каждый язык, который вы изучаете, добавляет вам, по сути, голос. То есть у вас появляется как бы голос английского, как бы мудрости, юмора и всяких английских комментов, точно так же, как есть русский голос. И они просто разные, они вот разные голоса. Да, но мир дикого запада, однозначно, то есть поскольку, да, мы уже провели час, надо, так сказать, войти в это. То есть, ну, во-первых, если вы до сих пор не смотрели сериал, то вы просто совершили преступление против человечества, вы вот сразу, вот когда закончится эта комната, вы закрываете клабхаус и вы идете смотреть мир дикого запада. Вот, но у меня такая вот пед-теория, что потому что, как бы этот, как бы главный шоураннер, если я правильно помню, Абрамс, его фамилия, вот, он очень часто в интервью упоминал декамеральную теорию. И у меня такая, как бы, вот пед-теория, что он, мне кажется, это сделал чуть-чуть именно, чтобы пропагандировать эту теорию, чтобы вернуть ее в публичный дискурс, вот, то есть, чтобы, так сказать, как бы Елизавета снова обратила внимание на эту теорию. Вот, и вот ход сериала, ход первого сезона, то есть, там, следующий сезон уже уходит в несколько другие материи, а вот ход всего первого сезона, вот, и, понятное дело, финальный эпизод первого сезона, так и называется, Bicameral Mind, то есть, бекамеральное сознание, вот, он, собственно, показывает, как бы, вот это путешествие древнего бекамерального человека, которым является Делаурис, но она не древняя в плане времени, а она древняя в плане организации собственного artificial intelligence, вот, и там, вот, идет вот это постоянное, то есть, там, вот, вводится этот голос, там, quote-unquote богов, который, на самом деле, конечно, голос просто девелоперов, и, как бы, для нее этот голос является некой такой мистикой, которая постоянно дает ей советы, вот, и они это постепенно подводят через очень многие интересные, как бы, философские рассуждения, что, вот, финал сезона, финал, как бы, вот, первого, так сказать, первого сезона, это когда Делорес, наконец, как бы, сама зарабатывает свое собственное сознание, когда ее собственный голос, потом голос как раз authority figures, голос как раз бога, то есть, в данном случае, это, разумеется, доктор Форд, голос, голос как бы, man in black, который был такой более, так сказать, ну, пока они, грубо говоря, крупно не поссорились, который был бы, как бы, father figure, что вот все эти голоса, они сливаются в один, и она понимает, что это всегда был ее собственный голос, это была ее собственная голова, но в этой голове, как бы, вот, не было достаточно еще, как бы, богатства софта, еще не было достаточно, как бы, density function этого artificial intelligence, чтобы эти голоса стали постоянным, полным artificial диалогом, вот, и, разумеется, Делорес начинает второй сезон, уже полностью conscious, и она, так сказать, так, вот, в первом эпизоде она очень красиво об этом говорит, что, да, вот, мне были, в меня прописали такую-то роль, в меня такую-то роль, вот, а я сейчас просто понимаю, это просто, вот, роли, которые мне прописали, как бы, девелоперы этого artificial intelligence, вот, и я, если бы я следовала этим голосам, как вот такой бикамеральный человек, я бы до сих пор бы играл, как бы, роль, там, этого Виллиана Уайта, или я играла роль фармерской дочки, вот, но она получила сознание, она получила, грубо говоря, возможность не просто дергаться на ниточках этих голосов, а, как бы, принимать, она, вот, получила эту метафизическую, вот, как очень метко сказал Андрей, вот, она получила эту, так сказать, как бы, такую галлюцинацию мира внутри своей головы, у нее появилась, как бы, theory of the mind, как бы, как бы, теория мира, и она теперь имеет свое полное сознание, как она в этом мире оперирует, то есть, вот, по крайней мере, я вот так вот понял, как бы, замысел шоураннеров на первый, первый сезон. Окей, да, ну, я согласен, ну, причем, что интересно, я много кому рекомендую, например, этот сериал очень диаметральный, он либо дико не нравится, и люди говорят, боже, что за хрень, вот, либо люди влюбляются и не могут, не посмотрев все три сезона, значит, с этим каким-то образом расстаться и справиться. Да, для меня эта история, ну, в большей степени даже не просто про Абрамса, но еще и про Джонатан Нолана, который брат того самого Нолана, его же мультизут Джой, потому что мы прям изучали всю историю, они там вдвоем, конечно, очень много креативили, и даже вот если по эпизодам брать, то там первый эпизод, его режиссер Джонатан Нолан, он закрывает первый сезон, вот, поэтому там много действительно этой всей истории, и про бикамеральный разум, безусловно, тоже, я не скажу, что этим ограничивается для меня, значит, то есть, на мой взгляд, это гораздо более крутая и многоплановая, многоуровневая история, но сегодня действительно поговорим именно вот в рамках бикамерального разума, там есть очень красивые моменты, там есть вот один, значит, персонаж, живой человек, который приходит в этот парк там всячески развлекаться, проживать там и каким-то образом реализовывать себя, вот, и очень интересно, что внутри этого парка есть некая игра, которая называется «Лабиринт», и он все пытается как бы добраться до этого лабиринта, и он там бесконечно все пытается объяснить, что лабиринт не создан для него, и он никак не может понять, ну, там, почему, ему все кажется, что его там обманывают, видимо, что-то не раскрывают, какой-то вот подлинный замысел всей этой игры, и это тоже интересно, что человек с другим феноменом сознания пытается как бы разобраться в чем-то непредназначенном для него, да, а лабиринт как раз и создан для андроидов, чтобы, ну, вот, условно, произошел этот крах этого там двухпалатного разума, и таким образом они могли обрести самосознание, да, и вот Энтони Хоккинс, который там всю эту линию проводит, это я сейчас не буду спилерить, но ему интересно посмотреть вообще вот эту эволюцию, да, вот того, что это просто робот, робот, выполняющий какие-то алгоритмы, потом у него появляется более совершенный какой-то искусственный интеллект, более-более-более, и вот он пытается решить эту историю как бы освобождения творения от Творца с точки зрения вот как раз того, ну, а получится ли у него там в какой-то момент щелкнуть пальцами и сделать так, чтобы вот произошел крах этого двухпалатного разума и освободит ли это, соответственно, андроидов, станут ли они вот в полной мере там осознающими себя, получат ли они свободу в этом смысле и прочее, прочее. Вот, это я вам так, не знаю, один процент этого сериала, на мой взгляд, сейчас озвучил, и в этом смысле, конечно, он, да, очень сильно подлил керосины в этот огонь, потому что действительно народ стал задумываться, потому что возникает много вопросов, окей, но вот мы пока действительно очень далеки от того, чтобы у нас тут SkyNet какой-то появился, несмотря на все там, значит, опасения, что это произойдет в один момент, и мы не поймем как. Вот, но действительно этот вопрос, что ну вот хорошо, а где та грань, когда вот, ну, некий робот, который обладает там определенными уже достаточно продвинутыми версиями того, что действительно можно будет называть искусственный интеллект, да, есть там другие сериалы на этот счет, да, где граница между тем, что это еще робот, или это уже как бы существо, которое сознает себя, осознает себя и так далее. И я здесь, если кому интересно, есть очень древний, вы вряд ли захотите его смотреть, был такой проект, назывался Вавилон 5, он в этом смысле, конечно, очень тяжелый по форме, потому что графика чудовищная, все это очень старенькая игра актеров, совершенно, ну, кошмарная, но он позволяет там посмотреть будущее, где, например, есть цивилизации, у которых космические корабли, они живые, и они обладают сознанием, да, и вот эти там какие-то продвинутые, значит, цивилизации, вот есть само существо, условно там, которое, ну, там, не знаю, аналог человека, и есть корабль, он буквально живой, он сам себя там как-то лечит, восстанавливает, вот у них есть какие-то отношения, но при этом это вот вроде как бы изначально была какая-то машина, да, поэтому вот в этом смысле «Мир Дикого Запада» — это еще один такой способ через творчество, через искусство, через вот такие выразительные средства попробовать поговорить, да, протранслировать какие-то идеи, поставить какие-то вопросы перед широкой аудиторией. Ну, и действительно, как бы там активная история бикамерального вот этого разума, она восповедуется, используется. Да, я полностью соглашусь, что сериал очень глубокий, и как бы он далеко не ограничен чисто бикамеральностью, а вот там, да, там очень много и моральных вопросов, и вопросов по artificial intelligence, ну, в общем, суммируя, как бы бросайте все и смотрите первый и второй эпизод, если понравится, то смотрите до конца. И про виртуальную реальность, живем ли мы в симуляции, мы вот хотели бы обязательно сделать еще комнату о том, живем ли мы в симулированной реальности, в этом смысле посмотреть «Мир Дикого Запада» тоже имеет смысл, потому что там есть, конечно, куча всяких крючков, да, и там сбросов авторов на эту тему. Так, ну мы... Да, и несколько... Да, Лиз, вперед, твое слово. Нет, нет, я просто хотела добавить, что в сериале «Черное зеркало», если вы не смотрели, тоже можно посмотреть, там как раз и на эти темы есть очень интересные рассуждения. Так, мы прошли практически полтора часа, поэтому мне крайне нравится слово, которое Андрей употребляет «финалить». Вот, поэтому давайте финалить наш бикамеральный мозг. Вот мы сейчас, я думаю, наши слушатели скоро будут рады, что, по крайней мере, три голоса в их голове замолчат. Вот, особенно если они вытащат наушники. Вот, поэтому, ну, давайте, наверное, как бы closing statements. Вот, какой вы бы хотели дать нашим слушателям финал после сегодняшней дискуссии. Вот, поэтому, наверное, поскольку Лиза у нас строгий голос разума в этой дискуссии, давай, Андрей, иди ты первый, а потом мы дадим Лизе, так сказать, вылить на нас всех ушат холодной воды. Окей, окей. Слушайте, ну я вот не могу тут мимо Платона пройти, потому что мне вот очень интересна эта взаимосвязь. Я не очень хорошо разбираюсь в философии, сразу вам скажу. Вот, и, возможно, что-то здесь там могу путать, но, тем не менее. Значит, если вот попробовать в трёх тоже каких-то пустылатах сравнить то, о чём утверждает Платон с Джейнсом, то мы получим следующую историю, что для Платона вообще объект истинного познания — это идеи, которые, в отличие от объектов мира, являются вечными, неизменными. Их познание, ну, там, возможно, благодаря ряду каких-то, значит, обстоятельств. Во-первых, что это за обстоятельства? Во-первых, познание идей возможно благодаря тому, что, значит, он там оперирует к душе, да, то есть душа до вселения в тело созерцала некие чистые идеи, в мире идеи непосредственно. И поскольку, значит, знание с точки зрения Платона есть припоминание душой того, что она видела до вселения в тело, то для возможности познания необходимо лишь помочь душе вспомнить. Вот здесь вот, ну, как бы я вижу там определённые пересечения, да, что вот окей, значит, вот мы оказываемся в теле, вроде чего-то мы там пытаемся вспомнить, что-то пытаемся там познать, и вот дальше возникают какие-то механизмы, когда мозг действительно там с помощью двух полушарий, кто или иной связка, ну, осознавать те реальности, осознавать себя, возникает этот феномен «я», самосознание, самоисследование, и мы начинаем задаваться всё более и более интересными и сложными вопросами. Во-вторых, в соответствии с описанным Платоном процессом вообще сотворения мира, неким демиургом, да, и вот здесь опять в вертиково-западе, что там есть некий демиург, который вообще создал некий мир, как бы, да, идеи изначально вообще присутствуют в вещах, то есть там демиург, создавая любой предмет чувственного мира, он для создания каждой вот из этих вещей соединял материю как таковую с некоторой идеей. И для меня это очень важно с точки зрения как раз метафоры, вот о которой мы сегодня говорили, то есть, да, есть стул, но вот как бы стул — это не совсем понятно, что. А вот как только мы начинаем на уровне феномена сознания разбираться с идеей стула, да, и у нас возникает вот тот самый второй язык, о котором я говорил, образно такой абстрактный, то есть у нас есть речь, а есть ещё и другой вид языка, как бы, да, который тоже позволяет нам очень интересно здесь существовать, функционировать. Вот при таком процессе вещи вообще не могут быть принципиально отделены от идей, и идея прообраза, она обязательно присутствует в каждой вещи. Вот здесь для меня тоже это как бы перекличка с этой теорией бикамерализма, то есть условно вот эти там голоса богов, это правое полушарие, этот вот язык образов и всего прочего — это вот условно некая идейно-абстрактно-метафорическая история, а левое полушарие — это попытка во всём этом разобраться и осознать это. Буквально в каком-то смысле это сознание и подсознание, и мы пытаемся таким образом, ну, хоть что-то выловить из себя и таким образом, как бы, куда-то спрогрессировать. И в-третьих, человек по Платону обладает, соответственно, разумом, который позволяет ему, оперировая какими-то там понятиями и категориями, и через память, которая работает с воспоминаниями, познавать эти идеи. И предметы материального мира, в которых, ну, как он утверждает, заключена идея, служат, собственно, причиной возбуждения вот этого процесса воспоминания, и наличие разума обеспечивает вообще дальнейший феномен познания. Вот здесь, как бы, за что мне нравятся все вот это вот хитросплетение, что, да, Джеймс как бы взял и, может быть, действительно в какой-то недоказуемой форме и так далее, но предположил какие-то взаимосвязи, которые потом, в последующем, мы начинаем на уровне нейробиологии действительно осознавать, что, да, действительно, есть автономные нейросети мозга, которые как-то с собой работают, и человек может жить, и у него того, что принято сейчас в науке называть сознанием, и не будет. То есть там есть два определения. Первое — это, ну, условно, человек там спит или не спит, то есть вот у него сознание включено на уровне активности мозга или нет, это можно там просто связать и фиксировать. И оно, если человек там в медленной фазе сна, мозг выключен, а если там быстро ему снятся какие-то сны, то включим, но мы говорим о каком-то другом феномене сознания. Вроде это похоже на то, что происходит при бодрствовании, но как-то немножко по-другому. Более того, опять же, сейчас мы это любимый юридический дисклеймер, мы против наркотических препаратов, соблюдаем законы Российской Федерации и всё прочее, но действительно сейчас на Западе идут серьёзные всякие исследования, и там прям видно, что под воздействием там того же самого псилоцибина, например, активность мозга, вот которая относится к нейроконтурам сознания, просто фратно увеличивается, и там уже звучат голоса из разряда «Подождите, что получается, что в этих состояниях сознание работает ещё мощнее?» И это интересный вопрос для современной науки, для нейробиологии, потому что вот пока вроде да, а что с этим делать, тогда не совсем понятно, потому что мы опять, возможно, что-то с чертой перепутали. Ещё раз, это ни в коем случае нельзя этого делать, это запрещено законом и прочее. То есть то, что делают учёные, соблюдая все научные и клинические протоколы и получая разрешение властей, это как бы их работа, они этим занимаются, значит, надо бежать и что-то там с собой творить. Поэтому вот для меня это не то чтобы, как ты сказал, некая отмычка для всех дверей, для меня это ещё одна какая-то частичка этого пазла, который позволяет многомернее, интереснее взглянуть на эту картину и посмотреть вообще, что такое это момент сознания и как, возможно, он формировался. Не обязательно строго, как это там сформулировал Джеймс, но вот что там есть такое здравое зерно и что из этого соответствует современным каким-то научным исследованиям. А вот здесь действительно вроде как бы есть какие-то переклички относительно того, что вот есть у нас с точки зрения нейро-лингвистики вот эти разные языки внутри нашей психики и разные отделы мозга, которые за них отвечают. Есть, соответственно, феномен речи, который каким-то образом, вот, видимо, повлиял на то, что, значит, были разделены эти функции между там левым и правым полушарием, да, и прочее, прочее, прочее. Ну и возвращаясь к миру Дикого Запада, это просто вот красивая искусственная форма и, соответственно, по Платону как раз попытка через, вот, ну там, в данном случае кино, да, через вот такую форму выражения в этом материальном мире попытаться исследовать или прояснить какие-то идеи, среди которых и вот, значит, концепция бикамерального разума. Вот, наверное, так. То есть... У меня тогда два вопроса к Лизе. То есть, Лиза, во-первых, вот на основе нашей замечательной дискуссии поменялось ли сегодня у тебя хоть какие-то... Ну вот, грубо говоря, какая у тебя дельта от, как бы, твоего восприятия бикамеральной теории до сегодняшнего эфира и после. То есть, если какая-нибудь ненулевая дельта, что бы ты сказал бы, да, вот этот вот аспект, он, как бы, интересен и вот об этом, так сказать, я подумаю. А второе, это, наверное, нам бы всем было бы интересно услышать именно твою реакцию на мир Дикого Запада, потому что это, как бы, я не знаю, для всех, наверное, это был, как бы, вот этот первый шаг в такой популярное понимание как бы бикамеральной теории. Ну, смотри, по поводу первого, тут же все мое мнение, оно завязано не на той информации, которую я скорее там получаю, если бы не имею в виду какую-то предметную информацию, как научное исследование о мнении, а скорее на способе восприятия реальности. То есть я просто материалист, поэтому для меня есть такой процесс, как обмен мнениями, это вот то, чем мы сейчас сегодня занимаемся. Мне это невероятное удовольствие доставляет, особенно делать это с вами, с Максом, с Андреем, потому что вы умнейшие, конечно, люди. Но все-таки, все-таки, конечно, моя позиция тут не изменилась, просто потому что у нее не появилось новых каких-то фундаментальных подкреплений, опять же, в виде, например, научных теорий, которые, точнее, не научных теорий как раз, а экспериментов или чего-то еще, которые бы что-то подтверждали или опровергали. И до тех пор, пока они не появятся, все остальное для меня будет просто возможность приятно провести время, порассуждать на какие-то темы и так далее. Вот. Это просто проблема моего способа познания реальности, не более того. Но, тем не менее, это было очень интересно, и я поэтому хотела бы посоветовать всем, кто нас слушал сегодня, было много человек. Во-первых, прочитать, если у вас появилось время и желание прочитать, собственно, трактат. Если вы не знаете, он называется «Происхождение сознания в процессе краха пикамерального разума» или «Двухпалатного разума». И прочитать, возможно, для того, чтобы сделать какие-то свои самостоятельные выводы, уже после этой книги, прочитать «Илиаду» и «Одиссею». То есть, мне кажется, такие два главных ранних текста, которые, на основе которых, собственно, какие-то выводы, в общем-то, Джейнси делает. И если, возможно, у вас останется время прочитать моего любимого Ричарда Докинса «Бог как иллюзия», потому что он там тоже немного об этом же говорит, но уже как бы с такой же позицией, которую занимаю я. Вот. А по поводу... Потому что я всегда за то, чтобы люди какие-то выводы делали самостоятельно, по большому счёту. Вот для этого стоит ознакомиться самим. А по поводу «Мир Дикого Запада» я специально ничего про это не говорила, потому что я боялась Макса, что у меня какие-то кипнейшие с беседой, потому что я как раз отношусь не к тем, кому он очень нравится, и не к тем, кто его как-то там ненавидит, скажем. А я как-то в целом равнодушна осталась, но просто я за где-то первые, не знаю, лет с 10 до 20 я прочитала столько научной фантастики, что мне кажется, всё, что там происходило, кажется немного вторичным. Возможно, это связано с тем, что я недостаточно внимательно что-то смотрела или слушала, но всё, что там рассказывается, у меня было ощущение, что я это уже читала или видела, или слышала. Вот. Но в целом, конечно, я однозначно порекомендую тоже его посмотреть, потому что один из, наверное, вот за последние там 10 лет это один из культовых сериалов, особенно, опять же, в жанре научной фантастики. Научная фантастика – это, в принципе, самый интересный, самый стоящий, на мой взгляд, жанр, что книжный, что сериальный, что киношный. Вот так. Я, кстати, добавлю к домашнему заданию от Лизы. Вот. То есть Джулиан Джеймса, конечно, надо читать в оригинале, равно как, так сказать, и Илиаду, и вот как раз дуальность Илиады и Одиссея, она состоит в том, что Илиада, она написана практически про полностью бикамеральных героев. Одиссея, на самом деле, поскольку это вербальное предание, вот, она написана там какое-то количество сотен лет назад позже, и поэтому вы видите совершенно дикую разницу в стиле, потому что там вот хитроумный Одиссея, вот что вы думаете, что он какой-то хитроумный, он ничего особо хитрого не делает. Вот. А именно на их языке хитроумный, это как раз и говорило, о, у него есть сознание, он сам думать может. Это же, это просто секретное оружие. Вот. Поэтому Одиссея, написанная намного позже, она как раз вот по сути про приключение первого самосознанного человека, которого мы знаем как Одиссей. Ну, понятное дело, что это, так сказать, это большая коллекция преданий. Вот. И, кстати, да, худо с Андрею по поводу Платона, то есть меня, когда я сказал Платон и Аристотель, это просто Остапа несло. Вот. Потому что, конечно, Платон, он, так сказать, полностью вот в таком, так сказать, в лагере близкой к оригинальной бикамеральности. Вот. И как мы, если вы помните, мы говорили несколько эфиров назад, что на самом деле Платон был, так сказать, по-моему, жестко против вообще даже ведения письменных записей. Потому что он считал письменность, это просто читинг, это несерьезно, все знание должно быть вербально, вы должны его запоминать, и вам как бы, ну, какой-то голос вам расскажет то, что вы запомнили в голове. Вы всегда можете обратиться к голосу, как к своей внутренней энциклопедии. Вот. И поэтому все надо запоминать. А вот эти, эти, это страшная молодежь, которая что-то записывает там на глиняных дощечках, это вообще хайперы, и ведут к моральному распаду греческой цивилизации своими, своими подлыми приемами. То есть запретить клабхаус. Вот. И вот. Поэтому здесь по поводу Платона это было, так сказать, однозначно 100% фонтаргет. Вот. Да. Ну, что я добавлю к лизиному списку? Я попытаюсь это выложить в ближайшие часы на мой твиттер. Мне это придется найти. То есть у нас здесь есть один очень известный товарищ. Если вы следили за так называемой rationalist community Силиконовой долины, вот, то Скотт Александр, он как раз и вот оригинатор, он и лидер этой rationalist community. Вот. Это как раз про него был гигантский скандал с New York Times, когда его попытались как этого лидера вывести на чистую воду. Ну, так сказать, это отдельная история. Вот. Но long story short, что у него был огромный блок, который он вёл уже больше 10 лет, который читала вся верхушка Силиконовой долины, именно как, так сказать, rationalist community. Вот. Именно из-за этого блога он попал, так сказать, в поле зрения Саурона New York Times. Вот. И одна из последних статей, которую он написал до того, как он shut down этот блок из-за публичного скандала, это было как раз его review Julian James и вот теория бекамерального сознания, вот, с точки зрения, грубо говоря, последних достижений науки. Вот. Проблема состоит в том, что из-за этого скандала с New York Times он под корень снес свой блок. Сейчас он его буквально несколько недель назад рестартнул опять в форме сабстека. Вот. И я попытаюсь, если он перепубликовал эту статью, то я просто поставлю на Twitter линк на нее, потому что статья — это вот просто великолепнейший ревью именно книги и вот как бы текущего научного знания вокруг этой теории. И там есть совершенно безумные детали, то есть которых даже я никогда не знал. Вот. То есть он приводит примеры, потому что он практикующий доктор, я боюсь, я неправильно скажу его как бы его вот область, вот, но он активно практикует с пациентами, вот. И он говорит, да, я там вот встречал людей, которые практикуют мистицизм, которые практикуют все эти ритуалы, вот. И в принципе у них есть ритуал, если ты следуешь этому ритуалу, то ты создаешь себе голос так называемого Guardian Angel, вот. То есть если ты в этой оккультной тусовке все правильно сделаешь, то вы можете на самом деле генерировать себе определенными как бы ритуалами эти голоса. Вы можете, ну, то есть, грубо говоря, вы сами учите себя шизофрении. То есть если вам сильно хочется, если вокруг вас вот эти оккультные люди тусуются, то оказывается можно самому по собственному желанию стать шизофреником и получить голос этого ангела, который будет вам всегда что-то говорить, будет там вам советы какие-то давать. Там у него очень классное описание вот этих клинических случаев, про которые он знает, как, так сказать, практикующий доктор. Вот. Абсолютно гениальное описание книги и теории. Вот. Я попытаюсь либо ее найти, ну и на самом деле у, так сказать, у умных людей, у них есть PDF-копия его закрытого блога, вот. Поэтому я попробую придумать какой-нибудь способ дать вам знать, где этот, как бы, PDF этой статьи лежит, если он ее еще не переупубликовал на Сабстаке. Вот. Поэтому, как бы, теория бикамерального разума, она и в силу сериала Мир Дикого Запада, и в силу просто вот интереса к ее идеям, вот, она абсолютно, как бы, присутствует в текущем дискурсе Силиконовой долины, и вот, хотя у нас нет никаких там немедленно практичных применений этой гипотетической теории, вот, весьма-весьма умные люди ее обсуждают и, как бы, тратят на это время, потому что она, вот, она действительно, ну, если не объясняет, вот, тут я соглашусь с Лизой, что баланса научного доказательства мы еще не достигли, вот, но она, по крайней мере, проливает свет, и, возможно, она проливает свет, как бы, на некоторые методы, которым эти загадки в будущем будут разрешены, то есть она, скажем, не показывает еще вам ответ, но она вам показывает путь к ответу, вот, поэтому классная теория, классное обсуждение было сегодня, огромное спасибо Лизе и Андрею, вот, и, как бы, я думаю, на этом мы можем завершать наши дозволенные лечи о бикамеральном разуме и мире Дикого Запада. Лиза, Андрей, какие мнения? Да, да, я полностью согласна, спасибо всем, кто нас слушал, было очень много людей, и я очень надеюсь, что этот разговор, независимо от того, с кем вы были согласны, вас подвигнет на то, чтобы ознакомиться с этой теорией и с многими другими. Андрей, плюс один, да, плюс один, спасибо, спасибо большое, ну, действительно, да, то есть здесь кайф в том, что можно как бы поисследовать, это еще одна какая-то точка входа к каким-то новым, знанием или там новым опыту в этой жизни, вот это вот любопытная точка, любопытная дверка. Да, я тогда еще напоследок напомню, что алгоритмы Clubhouse сейчас устроены таким образом, что вы в ленте видите только те комнаты, в которых находятся люди, на которых вы подписаны, и я очень советую подписаться на Макс и на Андрея, на меня можно не надо, но на них обязательно, потому что они делают очень классный контент здесь, они проводят самые интересные комнаты, вот, и следите за ними обязательно. Вот, ну что, Макс, мы тогда закрываем наш эфир. Все, ребята, большое спасибо, да, закрываем эфир, вот, всем спасибо, и Андрей, я так понимаю, у вас эфир через 15 минут на вашем марафоне. Не, у нас в 3 часа сегодня, через 2 часа 15 минут. А, понятно, я сдвинут калифорнийским временем, вот, окей, я скорее всего в это время буду спать, поэтому я не приду с коверзными вопросами, но удачи вам на марафоне. Мы тебя в пятницу будем ждать. Супер. Окей, всем спасибо, мы закрываем комнаты, вот, и огромное спасибо нашим замечательным слушателям и нашим замечательным участникам Лизе и Андрею. Всем пока и салют из Калифорнии. Салют из Калифорнии. Салют из Калифорнии. Салют из Калифорнии.